Всем привет, друзья мои! Сегодня я хотел вам рассказать про школьную систему в Англии. Надеюсь, это интересно. Ну, может кому-то интересно. Вот, так как я жил в Казахстане и часто посещал в школе там, я знаю систему образования в Казахстане. И, наверное, в Казахстане похоже на, ну, много стран, весь Инги. Вот. У нас в Англии система по-другому, скажем так. Давайте я вам расскажу сначала. Так. Мы начинаем школу в четыре года. Да, когда мы уже четыре года. Для вас это очень рано, я знаю. В Казахстане начинается, когда уже шесть лет, по-моему, шесть или семь, даже не знаю. Это так. У нас четыре года. Четыре или пять лет. Можно пять тоже. Это зависит, когда ребёнок родился. Но я, например, начал ходить в школу, когда у меня было четыре годика. Это называется ресепшн. После ресепшн есть первый класс и так далее до одиннадцатого. Вот. Получается, что у нас в Англии двенадцать классов. Вот. Потому что у нас есть ресепшн. Это, наверное, как, ну, не знаю, подкотовка. Подкотовка, короче. Вот. Это когда мы четыре, когда нам четыре года и пять лет. Это ресепшн. Потом первый класс — это уже пять, с пяти до шести лет и так далее. Вот. У нас есть ещё, ну, скажем так, три школы, ну, как бы две школы, но первая школа делится на два. Вот. Вот, например, в Казахстане у них только одна школа. Вот. Когда ты начинаешь первый класс до одиннадцатого, это всё в одной школе. Вот. У нас не так. У нас сначала идёт, как сказать, ну, начальная школа. Вот. Это когда четыре года. Наверное, наверное, до где-то десяти лет примерно. Одиннадцати. Я точно не помню. Это до шестой, до шестого класса. Вот. С ресепшн, потом первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой класс — это всё в начальной школе. Но начальная школа ещё делается на два. Вот. Ресепшн до третьего класса — это как называется у нас first school. Или, может быть, infant school. Это зависит от города. Там по-разному. Ну, хотя в моей школе было так. И после этого, когда уже седьмой класса, потом с четвертого класса, потом с четвертого класса по шестой, иногда седьмой класса — это называется middle school. Вот. или junior school. Или junior school. Это опять зависит от города. Ну, хотя в моей школе было так. И после этого, когда уже седьмой класс, или, да, седьмой класс, по-моему, да, я уже знаю, уже давно, мы потом начинаем, как сказать, старшая школа. Старшая школа у нас называется как secondary school. И эта старшая школа находится в совсем другое место. Это большая школа, где все школьники собираются из разных первой школы, которые, ну, такие маленькие, да, все собираются на большую школу. И там мы учимся от седьмого класса до одиннадцатого. Вот. Потом, после одиннадцатого класса, это когда нам уже шестнадцать лет, у нас есть три выбора. Первый вариант — это просто закончить обучение и делать что хочешь. Не знаю, найти работу, стать бандитом, делать что хочешь, короче. Это после одиннадцатого класса. Второй вариант — это потом можно закончить школу и поступить в колледж. Колледж. Это то, что я делаю. И третий вариант — это продолжать школу. У нас еще есть двенадцати и тринадцати класса. Вот. Двенадцати и тринадцати класса, они необязательно. Это только для желающих. И плюс ты должен, ну, иметь какие-то, получить какие-то хорошие результаты, чтобы поступить на двенадцати и тринадцати класса. Это не для всех. Вот. А потом есть еще выбор. Например, я выбрал колледж. Я два года учился в колледже до восемнадцати лет, а потом можно поступить в университет. Либо ты учишься на двенадцати и тринадцати класс, точно до восемнадцати лет, два года, а потом можно поступить в университет. Короче, чтобы поступить в университет, ты должен либо закончить тринадцати, тринадцатого класса или колледжа. Два года в колледже. Вот. Я потом поступил в университет. Я учился там только два года. Это очень мало. Я знаю. Может, на другой раз я вам расскажу. Почти только два года. Вот так. Короче, у нас такая система. Еще хочу сказать вам, что эта система только в Англии. Это не Великобритания. У нас еще делится. Я знаю, что система в Шотландии совсем другая. Не знаю, совсем другая, но другая. В Северной Ирландии, наверное, тоже другая система есть. И в Уэллзе я точно не знаю, как там. Там, наверное, тоже по-другому, по-свойски. Вот. Это наша система обучения. Теперь хочу говорить про школьная форма. Если вы смотрите фильмы, американские фильмы, вот вы видите, что обычно в Америке дети ходят на обычные одежды. Я очень завидовал американцам, потому что у нас в Англии у нас строгая, строгая, ну, как бы, система. Ну, форма. Школьная форма – это обязательно и очень строго. Например, я одевал галстук, белая рубашка, какой-то пиджак, черные бруки, черные обувь. Это вообще неудобно, особенно летом, когда уже, ну, не прям жалко у нас, но тепло. Всё равно надо было приходить в школу в пиджак, в пиджаком, галстуком. Ужасно, короче. Почему я говорю летом? Потому что у нас ещё каникулы по-другому. Вот. В Казахстане, наверное, в России, ну, страны СНГ. По-моему, вы отдыхаете три месяца, целые три месяца. У нас не так. У нас только шесть недель. Это шесть недель, по-моему. Да, это так, шесть недель. Поэтому мы учимся ещё летом. Только шесть недель отдыхаем. Вот. Мы учимся пять дней. С понедельника по пятницу. Время, обучение. Ну, это... Там нет такого конкретности. Ну, например, в Казахстане, наверное, в России, у вас есть смены. Первая смена и вторая смена. Либо ты учишься до обеда или после обеда. У нас не так. Мы учимся весь день. С утра. Ну, примерно где-то восемь тридцать, восемь сорок, где-то так. Ну, в моей школе, по-моему, было где-то так. Восемь сорок, восемь тридцать пять, что ли, что ли. Не помню. До трех тридцати, примерно. Опять, это не всегда так. Каждая школа решает сам. Сама. Какая... Какой график у них есть. У нас есть еще перерывы. У нас есть, по-моему, три перерыва. Первый перерыв, да, не знаю, пятнадцать минут, наверное. Второй перерыв — это обед. Дается, наверное, где-то час. И третий перерыв — еще раз пятнадцать минут. Ну, примерно так. У нас есть еще наказание. Вот. Если ты не делаешь домашнее задание, если ты опаздываешь на уроки, если ты плохо себя ведешь во время урока, то тебе наказывают. Теперь ты... Да. Теперь... Да. Так. Какие наказания дают нам? Вот. Это... Бьет? Нет. Это уже запрещено. Мои родители, да, такое было. Были их. А сейчас это, конечно, нельзя. Друзья. Нам дает... У нас наказание называется детенщин. Не знаю, как это говорить по-русски. И это получается, ты после школы, например, после трёх тридцати, когда все уходят домой, ты должен оставаться в школе. И делать какую-то работу, ну, какую-то письменную работу в кабинете. Например, один час. Получается, ты уходишь домой час позже всех. Или они могут дать тебе такое же, только во время перерыва. Во время обеда, например. Да, это... Не знаю, я не видел школы, честно говоря. Нет, школа это просто не моя. Вообще не нравится в школе. Хорошо, да. У меня там были друзья. Это, конечно, хорошо. Но прям учиться. Потом съедите наказание. Нет. Вообще. Потом. Хочу ещё говорить про издевательство. Может, вы смотрите опять американские фильмы, а вы видите, что там есть, что дети очень жестокие. Насколько я знаю, в Казахстане издевательство или как это? Травло. Слово «травло» не очень... Это не очень большая проблема. Конечно, это бывает, но не до такой степени, как в Америке или в Англии. У нас это серьёзная проблема. Если ребёнок выглядит по-другому, если ребёнок толстый, ну или ведёт себя не как всех, да? Если ребёнок чуть странно ведёт себя, то есть хороший шанс, что этот ребёнок будет проблемой в школе, потому что все дети могут, ну, как сказать, издеваться. Как сказать? Издеваться, да? Издеваться, да? И это не только как смех «ахахаха», «ты толстый», «ты уродливый». Это пран с руками. Это неприятно. Поэтому я очень... Мне очень жалко таких детей, которые... Ну, как сказать... Я не знаю по-русски как это сказать. Ну, которые так бывало у них. Я... Как сказать, я был такой стройным человеком. Ну, как бы. Я ничего не делал другим, другими. И меня тоже не трогали. Я просто как бы... Ну, они были друзья. Ну, я сам не был чистоким человеком. Это хорошо. Вот. Потом у нас есть разница между предметами. Это тоже очень интересно. У нас, например, в Англии есть такой... Такой предмет. Называется «религиозные образования». И мы как бы учимся о разных религиях в мире. Например, хиндуизм, христианство, юдаизм, сикизм, буддизм. Ну, все религии, да? А я знаю, что в Казахстане у них нет такого предмета. Они не учат... Они не учат религии. Религии вообще. Ну, то же самое, как в Советском Союзе. Там, в Советском Союзе, там не было религии. Запрещено. И это, наверное, просто продолжал после... Ну, до сегодняшнего дня. Я не знаю, как в России, но, наверное, то же самое, как в Казахстане. Я так думаю. И еще в Казахстане есть такие предметы, которые нет в Англии. Вот. Например, есть самопознание. Самопознание. Нет у нас такого предмета. А что еще интересно. В Казахстане еще есть НВП. Это начальная военная подготовка. Для нас это очень странно. Вот моя жена сегодня мне рассказывала, как она собрала эти оружия. Какие-то там... Ну, как бы не пистолеты, а какое-то... Ну, какие-то там... Да, оружие. У нас в Англии тут вообще не трогаем оружие. Это вообще... Нельзя. Это интересно. Совсем другое. Ну, я знаю, что в Казахстане есть такое... Все должны служить в армии. Ну, в Англии это не так. В Англии это просто профессия. Мы просто так не служим. А, и моя жена еще рассказывала, что они потом этот стрелок выделали. Очень... Очень интересно. Да, в принципе, все. Теперь я могу рассказать чуть подробнее, почему мне не понравился в школе. Мне не нравится, когда есть, как бы, контрол. Мне не нравится, когда... Я боялся в школе. Я боялся просто. Я думал, если это значит задание, у меня будет наказание. Мне это не нравится. Еще... Просто уроки мне не нравятся. Мне не интересно было. Я, наверное, хотел просто... Ну, сидеть дома. Играть на компьютере. На компьютере. Мой самый любимый предмет. Это очень-очень... Ну, я могу сказать без сомнения. Самый лучший предмет. Это был физико... 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 Физик... Спорт, короче. Мне очень понравился спорт. Это же, как бы, не рок. Просто занимаешься спортом. Особенно, когда мы играли в футбол. Это было классно. Да. Это был точно мой самый любимый предмет. По-казахски физик... Физико... 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 Вот давайте вот. Физико... По-казахски это называется деща. Это деща. Не знаю, как это... Что это значит? Это казахский язык. Деща. Вот. Еще мне нравилась география. География. Ну, не всегда это зависит от темы. Если мы учили про мир, мир, то интересно. А если в горах и там реки, то нет. Не интересно. Вот так. Теперь расскажите про себя. Как вам в школе? Или может что-нибудь было интересное или удивительное о том, что я сегодня рассказал? Если так, напишите в комментариях. Если вопросы есть, тогда, пожалуйста, задавайте. И я с удовольствием отвечу на все вопросы. Все. Спасибо. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...